а я не сказал бы откуда моя уверенность что деревья обладают самыми разными разными имеется ввиду разные высоты штамп вот мне для этого пришлось изучить столько сколько хватило сил мне хватило сил а брать в интернете то чего не было никогда не у тимирязи возможности я так открыл несколько законов природы это каждый раз новый разговор а я заканчу этот разговор про тимирязи и прочее я изучил порядка 450 фотографий я набирал одинокие деревья вот из них выбирал фотографии где некошенная трава везде всюду закономерность одна это уже должен лектор в этих хотя бы университетах если не школа говорит это уже закон природы но вот пусть будет ладно постулат один еще не из денизина посылатов железа течение миллионов лет высота штампа определялась закреплялась и переходила в генную память в зависимости от высоты травы на конкретной местности там где трава было 20 сантиметров высота штампа 20 сантиметров вот я не делю на плодовые деревья они появились раньше нас плодовые деревья поэтому речь идет и о плодовых деревьев и оди хоросов без разницы для бога не было разницы вот тем более вспомните дихоросы я вам десяток на скидку там боярышник там черноплодка и прочее эти самые песчаные вишни вот пусть мы их не едим но они все равно есть везде всюду природе все определялось высотой травы про кустарники отдельно разговор там еще дополнительные были эти условия чтобы кустарник появился а здесь я говорю про дикоросы про культурные нет они культурные они еще раз природа их не делят назовем их плодовые деревья пусть не съедобные не съедобные неважно вот высотой травы везде и всюду и тогда только до меня дошло что там где а вот везде и всюду фотографии были до горизонта одно мощное единственное дерево дикая природа и штамп от уровня травы то есть косточка их там была семечка и было тысячи миллион и миллиарды трава не там темно там нет и нет возможности простить и или простали или не простали или погибали потому что в тени особо не это здоровье не получишь но наконец какое-то пробилось пробилось в виде былинки вот так вот она попала и только там где появился солнце началась развилка второе дерево третье дерево а миллионы лет пусть их было даже одно на гектар пусть одно на гектар пусть одно на 100 гектаров но она все равно давала семена и где-то на другом гектаре опять пусть одно пробилось но в сумме постепенно закреплялась возможность появления деревьев с определенным скелетом где высота штампа определялась высотой травы через который она пробивалась и вдруг яблони груши абрикосы слева персики челесни вишни все должны иметь от 60 до 90 сантиметров там где вообще в саду уже травы нету где уже все почвы перекопано насмерть где нет ни червей не не этих не этих самых корней завечены лопаты одна радость мышей нет вот ничего нет ни защитников сада не моровьев черви все уничтожены все плодородие уничтожены нет 90 60 90 сантиметров а как без эмоций об этом говорить не имеет ни малейшего понятия а сейчас такие возможности открылись пожалуйста набираешь четыре миллиона фотографий до жизни не хватит все посмотреть но наверно 500 фотографий хватило чтобы сделать выводы все поехали теперь ребята поехали так сергей сарацкого вас всем здравствуйте галюков здравствуйте вопрос валерий константинович начали распускаться макушки жимолости признаком холодной или теплой зимы это признак является это не холодная не теплая а вот данном случае это конкретно вот дело в том что иногда лето да это короткое лето все равно делится на части например очень ранняя весна все прекрасно развивается в середине лета бах или похолодание или другая напасть например это бывает или похолодание или засуха потом бах чуть ли не до нуля температура вспомните там допустим бывали сентябрьские не только засухи но и эти самые заморозки например вот где-то по севернее а там могло быть даже и как в августе заморозки только она успокоилась ну все ура будем готовиться к зиме устали уже плоды дали все нормально у меня там есть такие фотографии целая подборка бах по пять решили что весна и начинает распускаться вот как у вас макушки жевалости это не говорится зима будет теплая это конкретное время так получилось я так же напоролся такая же история бывала семенами в августе ночью помните сорта сразу это знаменитая фраза изо рта сразу в землю посадили вот и сидит себе месяц два вот уже зима вот тебе холодина потом бах дожди 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 а потом раз потепление она думает что весна нет она проснется в ноябре в октябре в ноябре проснется естественно за зиму потом замерзнет раскрытая скорлупа это все это смерть и весной не взошла саженцы плохие нет куски может кто-то за всю жизнь один человек не обвинил том что у меня неправильные куски вот один единственный всю жизнь но такое может быть при только потому что а посадишь попозже по хорошему бы да хорошо бы весь цикл но этот цикл такой хитрый странный когда у меня сейчас с густотой сплошь десятками тысяч костик усеем весь сад абрикосов я вам показывал это же не шутки я специально не подсыпал я бы сходил и показывал вот их невероятно невидимое количество обзойдут единицы а что ты будешь делать почему они лежат ничем не прикрытые вот даже сейчас собери уже половина будет негодных хотя вторую половину лучше мы приехали бы из москвы с академии писали сюда отряд студентов ну человек 50 они бы могли все это собрать то есть пальцы полностью прощупали рукой всю землю пальцами буквально все собрать и это самое значит и увезти в москву чтобы начать по-новому все садоваться россии но этого не случилось и не случится а так они сейчас да не будут портиться и весами зайдут единицы вот поэтому сама осенние вот это вот перепады они что для косточек что для деревьев они настолько опасны у нее такое было один раз вообще через и распустились а потом мороз и все они вдруг распустились было очень тепло они решили что весна игорь любопытно а что любопытно данила добрый вечер бакан брат здравствуйте с праздник великого октября но мы с тобой старые большевики что там говорить так что мы уж точно друг друга обязаны поздравить юра валентина добрый вечер галю на добрый вечер сергей с праздников альбина добрый вечер абакан с праздником великой революции валерий куцельчик как защитить короте слова дать на всякий случай может обвязать лапником сосны так если обматывать стволы ничем нельзя почему нельзя можно а через лапник кора дышать будет думаю наверное можно будет хорошо дерево значит лапникам это обычно делают так и от зайцев и от мышей считается лапник помогает вот стеклоткань ну вот понимаете зайцы очень высоко залазит сейчас показать вам зайца сейчас помню где он у меня который грызет ладно не буду сейчас отвлекаться я хочу сказать что зайц становится на задние лапы и он становится длинный длинный длиннее метр вот поэтому если обвязывать а я несколько раз показывал стекла ткань вот но дело в том что заяц стал не будешь сам штаб грызть вот он грызет эти ветки боковые а уж каждую боковую ветку не обмотаешь тогда есть еще вариант мой вариант был я говорю как есть можете звонить в эту защиту этих животных есть такая организация вот мне они сели первые же посаженные овесные вишни вот я старый охотник там было несколько дыр в заборе я на каждом повесил нехромовую петлю привез сейчас на искать эти петли долго мало жизнь заставит и назначательно перейдем вот когда утром пришел на другой день я на заводе работала деревне 30 километров когда приехал я смотрю петель нет зайцев нет все в это самое в этих как это называется все в пуху вот кто-то из местных успел снять для меня все в четырех и больше зайцев ко мне не приходили вот если вы этот негуманный способ может быть он вам поможет первый снег сразу прокладывают тропы и пока первый снег они ловятся с точностью до одного другие способы делайте нормальный забор тогда они не полезут так бухтияров все придется казахстан сергей александр и здравствуйте телек темного не хочу спасибо за книгу все понравилось да раз спасибо говорите единое спасибо историю поздравляю как рассказал шахмазаров уничтожен советские памяти так да шахмазаров тоже старый волк я имею ввиду старый большевик так его кто всем доброго вечера сергей саратовская область чтобы защитить саженцы один способ вокруг деревьев холи на них нанотать ветошку с куске ткани политик лак мастик в общем то довольно сложновато но если вы куда купите лак мастику вот или придумайте какую-то другую вонючую вещь например дёготь вот так дешевле будет для вас или вы купите у нашего друга из селябинского долматого делайте хороший способ и до села здравия сергей саратов супер рожай не должны быть рады потому что есть совершенно верно сергей умнейшие слова урожай это когда здоровое дерево ежегодно и не очень много ежегодно и не очень много правильно иногда отлично постулат как добиться чтобы вырастить здоровое дерево так вот это тогда не постулат вопрос так андрей от мышей обкладываю саренцы яблони нарезанными ветками шиповника и обвязываю веревкой вот вам еще один способ сергей никаких обработок химии хорошие стихи вырезки в ваших вебинарах так ассархат и виноград зимой до минус сорок и ой а волгоград до минус сорока как не верится без снега и вот вам и вот а вот вам и юг ух ты ё-моё волгограде я один раз слышал там один раз минус 53 на уровне на уровне на уровне почвы было возле великого новгорода это было это точно вот так что расслабляться нельзя но если человек с ассарха не привезет косточки а как он собрался скрестить их он же написал именно косточки привезет или или выпишет или мы пришли друзья ну косточки начинать с них заниматься с этим селекцией ой 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 отчаянный человек нам такие нужны в волгограде очень много ветра минус сорок пять часто вот что я не знал то бы не знал я знал что немцам этих и румын выморозили там такую погоду они издались вот ламасов добрый вечер с праздником спасибо нет у вас тоже федосеева с кем договариваться кто получит ссылку на эти вебинары подружка хочет присоединиться наверное с этим сатуром сапруном вот если я сам как этот чуть я не дурак дураком слышите ли нас сапруна может быть брат знает давайте пока оставим открытые елена тимофеев что тогда по вашему ухоженный сад знаете как он довольно разница конечно есть между мы считаем как если за ним вообще не ходить то он якобы считается совершенно негодным то есть таким как бы дитим одичавшим небрежным как бы вот это есть но тут надо смотреть что такое листья это мусор или часть сада вот попробовать убедить себя ходить или это не мусор это не мусор это естественное удобрение это оно принадлежит дереву нельзя даже ходить надо аккуратно вот тогда уже во первых само отношение к саду как к культурному или запущенному изменится сторону культурного но это еще не все что я хотел сказать понимаете у меня сад когда-то был такой момент где-то кто-то написал она разошлось по интернету я была у железова вот замечательно все там но это все-таки не сад а это с просто за пущенная дача ну они конечно не видели мой пятигектарный сад до сажения понятно а это а он у меня имеет два характера первое перед за сутки до одного из трех-четырех покосов летних эти сенокосилкой ну как правильно называть кстати забыл в общем перед тем как косить траву за сутки он действительно выглядит совершенно неухожим совершенно а через сутки после того когда траву скосили он смотрится прилично все думают это газон наверное что это ну вот мы газон не делаем просто трава сама по себе скошена все устилает вот и довольно аккуратно выглядит большего добиться нельзя потому что надо брать грабли выгребать траву выгребать листву ради этой искусственной красоты мы просто начинаем издеваться на деревья это предел что что можем себе позволить деревья естественно знаете что такое вся настоящая современная то что называется есть такие огромное количество первым которым этим занимается это целом называется ландшафтный дизайн но любое там где побывают ландшафтные работники скорее всего вы увидите тысячи и десятки тысяч потому что стрижка идет вот так то вот так вот искалеченных веток они создают отрицательную ауру поверьте мне белок а . и вот эти единственное можно издеваться над двумя русскими которые мягко говоря не совсем правильно разделили доходы себе вершки нам корешки помните сказку да вот единственное что мы можем надеем из лорадцев что они живут в искалеченных немыли в одичавших садах у нас сады здорово я про себя про моих учеников которыми я горжусь у нас наоборот здоровые сады а у них подстрижены и газончики подстрижены и это все деревья и кустарники все красиво они больные с они есть больные и мы они то есть все зависит от точки зрения я хожу по саду ну вот 10 основной дуэти фотографии чтобы увидели отличную красоту там я вот такой слой травы вот лежит аккуратно 8 золотой багрянец вот это видеть и наоборот все подсвижено все аккуратно а он больной там нельзя ходить это и бог наказал что они у них много денег и за это и берет это бог говорит так внушим это надо их наказать внушим что им надо красивый сад значит пусть они делятся с людьми нанимают этих якобы специалистов которые все постригут сделают красивые пальметы сделать красивые шарышка это помните эти как может быть дерево быть квадратом как дерево может быть кубом как а бог это сказал пусть на свете будут дизайнеры чтобы часть денег все таки как-то высосать из этих богачей то ли уродов то ли варья вот и пусть они гробят свою жизнь свое биополе свое здоровье в этих садах находясь долгое время в этих квадратных моих вокруг квадратных деревьев и шаров вот так вот я отвечаю идем дальше вот там 5 все только ухоженный сад здоровый сад он есть здоровый сад вот конечно я живу в сибири деревья взувечены морозами страшно но так как я их не калечу они умудряются прожить 30 и более лет меньше тогда когда я с них беру черенки сотнями ради жизни в садах я просто калечу их сам своими руками примером я вам уже не одну сотню подарок показал так всем доброго времени суток пишет снегирево все-таки мучает вопрос какова вероятность получить красотца дерево с близкими лучше чем родители свои качества еще вопрос правильно ли понимаю что при посадке культурного саженца и прививки затем на полудикой подбой вот все правильно ли я понимаю что при посадке культурного саженца и прививки затем на полудикой подбой была вероятность получить культурный садей лучше конечно будет повыше чем кольцо все что нам делать так давайте так вот это вот я не могу сказать да нет или помните анекдот там было три варианта ответа два нет и пошел третий пошел нафиг я не так не так не хочу я вот до сюда дошел так вот до сюда вот здесь где-то я ставлю ваш вопрос для другого мне нужно обязательно подготовиться к этому разговору говорить да или нет я так не могу вот это не моих правилах я должен ответить нормально пропускаем под конец когда у нас заканчивается третий час вы задаете важнейший вопрос важнейший так загвозден здравствуйте прошу совета как избавиться от водяных полевок и помогает березовый деготь пробовал взрывать мощную петку и у питательства стимул спиртами это не помогает тресандер у меня нет такого пытаясь никогда не пользуюсь советами из этого из этих самых из интернета и справочников может это другой ответит если кто-то другой знает напишите меня я скажу на сердце вебинаре ребята нам надо заканчивать наше время истекает вот